Так, добрый вечер всем. Мы начинаем нашу сегодняшнюю вечернюю встречу, которая проходит в гибридном режиме на два города и еще на какое-то количество городов, которые с нами виртуально через Zoom. Итак, у нас сегодня презентация саунд-инсталляцией. Хотя я не уверена, что работу Анны можно назвать саунд-инсталляцией, а может и можно назвать, об этом Анна расскажет. Мы будем сегодня говорить о способах зафиксировать звук и перенести его из поля в относительно контролируемое помещение галереи. О том, насколько поле похоже на галерею, галерея на поле, нам, наверное, расскажут авторы работ, которые занимались монтажом и насколько это все продолжающийся процесс, неостановимый работа со звуком. Так, мне говорят, что все зависло. У всех все зависло или только у… У меня тоже все живенько. У меня тоже все хорошо. Все хорошо. Так, все замечательно. Значит, у нас все более-менее. Мы продолжаем. Итак, сегодня в нашей программе Анна Мартыненко расскажет о звуковых картах, которые вот в граунде Солянка висят вот там вот на стенке. В арт-центре Пушкинская 10 они тоже висят, но их сейчас не видно на экране, потому что они висят в другом зале. И после того, как мы послушаем и обсудим звуковые карты, мы поговорим о серии саунд-инсталляции, которая называется «Днем везде тихо». И сделаны они по результатам экспедиции антропологическо-саундартной в Тарусу. Экспериментальной и достаточно сюрреалистичной экспедиции, которую мы предприняли в июле этого года. И вот теперь, значит, работаем с материалами. На этом я заканчиваю свое вступительное слово и передаю слово Анне, которая нам расскажет про звуковые карты. Всем здравствуйте. Во-первых, хочу сказать спасибо за то, что пригласили к участию. Это очень здорово. И я рада, что сразу две аудитории в Петербурге и в Москве видят эти карты. Вот. И сейчас начну демонстрацию экрана и расскажу поподробнее, что это за проект. Все видно? Да. Этот проект я делала с 2019 года, и это такая постоянная практика для меня. То есть я часто, когда куда-то выезжаю, беру с собой листочки с картой и картирую звуки. Или когда я нахожусь в своем городе, в Петербурге, я рисую звуки. Собственно, сейчас расскажу подробнее, а то так может звучать странно. Это листик А4 формата на плотной бумажке, где я заранее печатаю круг. Сейчас на экране и на выставке вы должны его видеть. И по определенной системе регистрируют звуки. Круг – это панорама 360 градусов вокруг меня. Черная точка в центре – это наблюдатель. То есть слушайте. И я рисую… А, еще кружочки слева и справа – это ориентация головы. То есть это мои уши, как они направлены относительно листа. Это вот такая структура, в которой я нахожусь. И я рисую звуки с той стороны, откуда они приходят, по определенной такой интуитивной системе. Шумящие звуки я рисую точками, звучащие линиями, а наиболее громкие переходят в пятно. В нижнем левом углу листа я пишу координату, широту и долготу, которую я всегда могу посмотреть на телефоне. А также дату и время наблюдения. В нижнем правом углу я рисую ориентацию своего взгляда слушания относительно розы ветров. То есть там есть стрелочка, и куда она указывает, это значит, что конкретно на этой правой карте, которую на экране я смотрю на юго-запад. И вообще вот эта вот система, шумящие то, что точками, поющие линиями и так далее, она для меня достаточно интуитивна, но я посмотрела, вообще интересовалась всякими нотациями композиторов из этого века и заметила, что очень часто многие композиторы также интуитивно к этому приходят, что шумящие точками, ну или как-то так. Это иногда придумываются свои знаки для каких-то инструментов, иногда часто они совпадают, эти знаки. Хочу рассказать, как пришла еще эта идея. Ну вообще, в принципе, я занимаюсь звуком, то есть интересуюсь и делаю разные инсталляции. Но еще я, когда делала проект для Колтуш, там где открылся музей Science Art, мы взаимодействовали с лабораторией физиологии слуха Института нейрофизиологии имени Павлова. И там мне посчастливилось участвовать в одном интересном эксперименте по исследованию того, как мозг воспринимает звуки в пространстве. То есть, ну меня посадили в такую камеру, закрытую, изолированную от звуков. Закрыли дверь и поместили мне в ушные раковины специальные наушники, которые подают сигнал, минуя ушную раковину прямо на перепонку. И дали мне в руки такой вот графический планшет, где нарисован полукруг. И мне подавали сигналы, как это называется у них. И моя задача была распознать, где их слышу, то есть откуда они приходят. И они иногда были даже движущимися. Иногда мне приходилось там рисовать как бы откуда-куда линии. Вот этот полукруг я решила расширить до полного круга. И плюс еще в это время, приблизительно, это был 19-й год как раз, в Петербурге проходил фестиваль о Кусмониуме. Он представляет из себя множество колонок. То есть Кусмониум – это инструмент, когда множество колонок расположено по пространству, расставлены. И мы находимся в такой звуковой ванне. И вот эти вот все впечатления как-то сложились. И поэтому была придумана такая система регистрации звуков. И в общем, в результате эта графическая система, но сами графические листы, они очень разнообразны. И в процессе наблюдений можно какие-то вещи интересные зафиксировать. Например, иногда я могу заметить, что звуки, шум прибоя очень похож на звук вентиляции. То есть в какой-то графической карте это становится очевидным. Какие-то такие вещи. Ну вот они такие разные все. Вот, например, еще я делала такие эксперименты, когда я приходила на одну и ту же точку. В данном случае это Литейный мост в Петербурге. И слушала звуки в одно и то же время. То есть через месяц, например, в тот же день недели, это пятница, насколько я помню, в то же время, в те же минуты, но и в той же географической точке. И сравнивала. И вот здесь очевидны две карты, что слева карта – это до самоизоляции. Вот когда был этот период самоизоляции, когда мы все сидели по домам, то как-то сразу резко стало заметно, что тише стало на улицах, когда действительно это было так как-то строго. Ну, я решила сравнить и вышла на те же точки в городе, которые я наблюдала до этого. И у меня есть несколько таких парных карт. То есть слева – это до самоизоляции, а справа – это во время. То есть когда можно наконец… Ну, люди стали гулять больше, можно было услышать разговоры, вот эти вот пятнышки ближе к центру. И сам уровень шума стал в целом ниже, потому что машин стало меньше. Еще тоже наблюдение такое – это в городе Юрьевец, где я делала тоже в одной и той же точке, наблюдала звуки. Утром и ближе к середине дня, даже ближе к вечеру, потому что там это было на центральной площади Ленина, где рядом рынок. И утром там очень оживленное, очень много людей что-то говорит вокруг, какие-то действия происходят. А ближе к вечеру там в основном только машины здесь только проезжают, и что-то вдалеке где-то слышно. На некоторых картах я подписываю звуки иногда, и это такой ключ к разгадыванию этих графических карт. Вот здесь вот такая интересная была звуковая картина, пейзаж. Это где-то в Петербурге на институтском проспекте, где-то во дворах пятиэтажек. Вообще дворы пятиэтажек, там интересные звуки, потому что иногда машина не очень все перебивает, а слышны какие-то события, которые происходят прямо во дворе. То есть можно услышать взмах крыльев прямо рядышком с собой, разные скрипы, какие-то конкретные действия. Можно услышать, как ключи звенят, какие-то такие тонкие события, какие-то очень конкретные. Вот. Вот здесь я решила привести как пример очень шумную и очень тихую карту. Вот справа у меня самая-самая тихая карта от всех, которые у меня есть. Это на озере Исаярви, где я слышала плеск воды о лодку, находясь в центре лодки. Это на границе с Финляндией. И все-таки вдалеке я где-то слышала машины. Очень сложно уйти куда-то совсем далеко. То есть сложно так попасть в такое место, где не слышно машины, как по моей практике. Слышно везде, хотя специально я никуда и не уезжала. Просто где бы ни находился, они всегда почти слышны. Вот. И эта практика вообще у меня именно open air, то есть это именно городская практика или, в общем, где-то на природе, не в помещении. Но есть какие-то исключения. Вот слева, например, это ярмарка, там было шума, ну как-то нарисовалась такая шума. Но в целом, в основном, это именно наблюдение как бы пейзажа. Вот. Вот это две карты из Янакиева, Донбасс. Так как у меня там родственники, я не могла там что-то тоже наблюдать. Но здесь вот справа, например, можно услышать гул завода, который там все еще работает. А слева это центральный рынок и всякая такая очень шумная, бурная жизнь. А, да, и еще я там в тексте написала, что я выбираю, в тексте к работе написала, что я выбираю наиболее, ну, какие-то звуковые точки с наиболее интересным звуковым содержанием. У нас не всегда так, мне кажется, все звуковое содержание очень интересно, но вот именно здесь я увидела такие, банки в деревне, это было там банки на палках, железные банки насажены были на палки, чтобы отпыкивать каких-то птиц. И мне показалось, это звук действительно интересным, поэтому я его зарегистрировала. Ну, и в каждой карте у меня есть комментарий из список звуков. Его можно увидеть в Петербурге, например, представлен в виде стикеров около каждой звуковой карты. Но кроме этого есть еще интерактивная карта, где списком они все представлены. На выставке там есть QR-код, к которому можно пройти. А вот сейчас я показываю здесь, демонстрирую собственно эту карту на компьютере, как она выглядит. То есть я загружаю все наблюдения на эту вот интерактивную карту. Здесь у меня есть, а вот как раз банки на палках открылись случайно. И тут можно увидеть саму эту карту и списком. Вот люди работают в сарае, в двух тележках, разговоры, скрип, мухи. Вот это мухи, они всегда около наблюдателя, в общем, природной местности. Вот здесь есть Нижний Новгород, Юрьевец, Екатеринбург, разные-разные все места, где я бывала за время проекта. Вот. Ну и я постоянно создаю такую базу данных. Вот. Еще этот проект имеет еще какое-то такое развитие, все время как-то живет. Вот, например, была такая паблик-карт инсталляция. Это когда я разместила звуковые карты прямо на самой территории. это было исследование пляжа, городского пляжа в Сосновом Бару, где я нарисовала прямо на табличках. Там был какой-то городской праздник, и мне было предложено как-то сделать инсталляцию и привлечь внимание к губовой среде, связанной с дальнейшей с любой этого пляжа. И я прямо в землю воткнула такие палки и подписала. Я иногда подписываю эти звуки для того, чтобы проще, интереснее было зрителям, потому что это какая-то точка входа в эти графические структуры, потому что иначе можно, ну, иначе так со стороны, конечно, непонятно. Вот. Ну, и тут различные там шумы волны, различные птицы, и там есть интересный пляж, что там с одной стороны река, с другой стороны залив, и между ними еще лес, то есть там много таких разных точек, еще есть такой вот островок, который прямо в море, там слышен только шум волн, соответственно. Вот. И еще было еще такое интересное событие в рамках этих звуковых карт. Это звуковой пленэр с Монеж Джуниор. Они меня пригласили сделать исследование района Коломна вместе с подростком, который занимается в этом клубе. и моя была задача исследовать весь район, поэтому я начертила такую границу всего этого района Коломна, и мы встречались ровно в центре, и я разделила 306 градусов на сколько человек, сколько пришло на встречу, и отпустила их все в разные стороны. То есть мы как лучи расходились из центра и ходили наблюдать звуковую картину, звуковые пейзажи этих мест. Ну, я их, естественно, рассказала, как всю эту систему, то есть это что-то типа мастер-класса было, такой опыт активного слушания, осознанного слушания для них. Вот, они ходили по разным дворам и так далее, так далее, и делали звуковые наблюдения, и мы получили такую карту, которая скоро будет выложена манежем, тоже как отдельная база данных, где именно подростки наблюдали звуки. Ну, так они достаточно вольно отнеслись, это очень здорово, мне кажется, когда немножко все нарушают правила, и они подписывали их. И еще забавно, что мы пересеклись на этом пленэре с обычным пленэром, то есть там были художники, которые сидели с планшетами, ну, с мольберками, тюниками, и рисовали. Это были тоже подростки, это была какая-то художественная школа, и это была такая интересная ситуация, что и мы на пленэре, и они на пленэре, только они рисуют какие-то пейзажи, а мы рисуем звуковые пейзажи. Вот, ну, и тоже много интересных наблюдений для ребят, вроде, тоже был такой интересный опыт, такое осознанное слушание. Вот, собственно говоря, и все, я так коротко, ну, если есть какие-то вопросы, задавайте. Анна, спасибо большое, у нас есть вопрос, немедленно просто он возник, сейчас я передам микрофон, к нему подойду. Спасибо огромное, очень интересно, у меня вопрос по поводу графики, вот вы показываете, как вы рисуете звуки, вы рисуете рукой? Да, я рукой рисую. Одновременно правой и левой или правой только? Только правой. И идентификация, форма, точки, потому что то, что вы делали в городе, Юрий, маленький город, не помню, как он называется, у вас есть две карты с людьми и с машинами в разное время суток, по всей видимости, и вот люди как-то обозначены, да, как вы находите форму для обозначения символы, для обозначения разных звуков от разных предметов, источников? Ну, в общем, сейчас я найду эту карту, а, вот эту. Ну, да, я превращаюсь, грубо говоря, в такой фильтр звуковой, и я стараюсь абстрагироваться, и для меня это какая-то естественная практика, то есть я слышу шумящие звуки, звучащие звуки, и громкие звуки, и тихие звуки, и, соответственно, просто, например, вот на этой карте, на левой, да, где люди, вы про них говорите, это голос, это всегда какая-то, ну, синусоиды, какой-то очень жирный звук, достаточно громкий обычно, и вот эти вот, не знаю, видно ли мой курсор, вот эти вот пятнышки, какие-то, группы пятен, это голоса, то есть я их рисую так, достаточно спонтанно, понимая, что это не группа точек, потому что группа точек, это шумящий звук, а это какая-то группа синусоид, вот приблизительно на таком расстоянии от меня в этой стороне, вот где-то там, соответственно, если вдалеке что-то бахнуло, и не знаю, что это, да, это очень, если это громко, то оно становится жирнее, точки переходят в пятно, и получается вот такое вот, такое вот пятно или два в этом месте, а шумящая, соответственно, если машина переезжает слева направо, то она шумит на протяжении всего своего пути, и я рисую так, как я ее слышу на протяжении всего своего пути, вот, и еще для меня важный момент, ну, то есть для меня, то есть я во многом являюсь таким ученым, фильтром, и превращаюсь в инструмент перевода звука в графику, но при этом есть одна важная, важная точка, которую я ставлю именно как очень-очень так субъективно, как автор, это когда я останавливаюсь, то есть я сама выбираю, когда, то есть если, например, очень-очень шумно, то у меня наблюдение может длиться две минуты, ну, то есть я останавливаюсь тогда, когда я понимаю, что звуковая картина в целом изображена, то есть в целом это обычно 5-7 минут в районе 5 обычно, вот, то есть если я буду очень долго стоять на одном и том же месте у меня, если машин будет очень много, то там будет черная линия просто, вот, ну, то есть по сути это вам такая интуитивная, у меня нет никаких символов, символов, что типа люди вот так нарисованы там, эти вот так, а это скорее система, и я через себя пропускаю звуки, привожу их в графику. Да, спасибо, то есть у вас есть внутри некий такой медиатор от самого тихого до самого громкого звука и примерное представление о том, какого он размера, и в какой фрейм он потом впишется, потому что ваши студенты, школьники, волонтеры, они тоже, видимо, попытались, но у них эта картина в голове совсем никак не складывается, у них там некий такой хаос, тоже синусоиды, но выходят за фрейм, они это не чувствуют. Почему? Мне кажется, вполне, ну, просто как бы неаккуратно, ну и что? Да, ну, не по-другому, нет, нет, я не к тому, что совершенно, да, похоже, но другое ощущение, то есть очень такое индивидуальное, вот здесь, да, например, вот это что? Вот эти камни, вот эти камни, да, да, вот то, что вы показываете. Эти камни, но это явно, тут вот как раз все более-менее, тут вот эти камни, это громкие звуки, сейчас, звук грузовика, написано ПС, шум завода, вентилятор, ну да, то есть я бы, если бы я шум завода, вентилятор изображала, я бы точками его больше изображала, машины, да, они немножко линией, то есть по моему языку это было бы, по-другому изображено, конечно, потому что для них это была такая практика, такое перенаправить внимание, разовая практика, для перенаправить внимание на звуки города, и к тому же у всех разный совершенно слух, вот, то есть те карты, которые я рисую, они так, если можно так сказать, оригинальные, то есть потому что они через мой инструмент пропущены, а для них это опыт, вот, а еще, кстати, интересно, что некоторые из моих участников этого мастер-класса, назовем это так, вообще рисовали пиктограммы, кто-то там уточку рисовал, кто-то лодочку, это вот здесь не вошло, но это где-то есть вообще, в целом это здорово, ну, то есть они просто по-другому, они так не умеют, ничего страшного, а я умею, то есть. Ой, можно тоже вопрос про подростков, они все подписывали, или я просто сейчас вот вижу, эти карты, они все со словами, с какими-то, да, с пояснениями, что это за звуки, да, я когда с ними именно делала мастер-классы, я попросила их подписывать звуки, и свои карты я тоже подписала специально для них, потому что если им просто так показывать абстрактную графику, то я думаю, им очень сложно, по этой же причине я и в проекте звуковая карта пляжа тоже подписывала все звуки, чтобы подходящим просто людям было интересно, чтобы был ключ к разгадке вот самой графики, чтобы они тоже послушали что-то, что они сейчас слышат, что там, какой-то пакетик пролетел, там у меня был какой-то такой звук, ну, то есть какие-то кинг-гене, вот, то есть когда я выхожу в народ, скажем, то есть когда я предлагаю эту карту кому-то еще, то я всегда подписываю, ну, не всегда, но я подписываю, в общем-то. Мне кажется, что это тогда интереснее смотреть. И, кстати, на выставках в Москве я отправила там одну карту, где тоже я подписала все звуки. Мы ее чуть-чуть повесили отдельно, как ключ такой, да, рядом с экспликацией, потому что, по сути, в общем, это тоже экспликация. Ну, да, 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 то есть это такая демонстрация работы механизма, вот. У меня вот еще есть вопрос, ну, тоже, он очевидный, напрашивается, пробовали ли вы проводить вот такие вот слуховые наблюдения в одной и той же точке разными людьми, вот, ну, примерно в одно время, да, то есть как бы, ну, условно независимо, один человек вот нарисовал карту, потом другой человек, не глядя на предыдущую, нарисовал карту. Ну, просто, ну, понятно, что это такая экспериментальная моделька, да, чего потом сравнить на какие-то индивидуальные вот эти все особенности, но мне кажется, что это было бы, просто как такое, что-то психологическим тестом, конечно, попахивает, но все равно, интересно. А тогда просто, если это нужно прямо в одно и то же время, чтобы они временно стояли, прямо на одной точке. Ну, нет, как бы, я понимаю, что одновременно это не получится, потому что у всех, ну, невозможно стоять тотально в одной точке, как бы, хотя бы будет на разное направление этих ушей, да, вот, но даже с небольшим промежутком времени, да, то есть там, я не знаю, пять минут один, потом другой, потом третий, пятый, десятый, и с одной стороны будет вот какое-то развитие этого саундскейпа во времени, с другой стороны, вот индивидуальные какие-то все различия. Ну, я думаю, что развитие пейзажа во времени мы не увидим, потому что различия восприятия будут гораздо больше, мне кажется, что у разных людей будет совершенно, ну, ну, но, вообще идея интересна, действительно. Мне кажется, что неизвестно, вот это было бы интересно посмотреть, есть ли такие пейзажи, вот эти вот звуковые, которые люди упорно воспринимают одинаково, например, вот пустите людей на пляж, и они все будут рисовать одно и то же, или нет, или там, ну, вот что, что, куда нужно попасть, чтобы вот все было очевидно. Я думаю, вот это, это шум прибоя на основном бару, это все приблизительно одинаково будут воспринимать, ну, то есть тогда мало, ну, то есть одна такая тотальная звуковая картина, ну, то есть монументальная такая, это, конечно, одинаково бы воспринимали, а там, где уже все сложно сочетать, нет, вообще, я думаю, что в целом было бы, было бы похоже, зависит от картины, конечно. Ну, да, ну, вообще, конечно, напрашивается эта практика в приложениях к звуковым прогулкам, вот, я думаю, что как-нибудь можно будет попробовать, ну, вот мы, получается, когда в понедельник проводили эти звуковые прогулки, в Москве и Петербурге параллельно, в очень разных форматах, но нам всем очень хочется продолжать эту штуку, да, с параллельным гулянием и потом суждением, и можно было бы в один, однажды, вот, погулять с этими картами, и потом поделиться ими тоже друг с другом. Да, конечно, можно. Ну, собственно, у меня тоже есть, ну, как бы, такие ЗИН-маршруты звуковые по городу, где я предлагаю тоже перенаправить свое внимание на звук и зарегистрировать его в разных формах, и там, я разный, разные формы, то есть, если здесь форма одна, то в ЗИН-маршрутах я очень разные предлагаю формы регистрации звука, такие, такие псевдонаучные, там, где-то, там, какая-то диаграмма, где-то отметить, какие вентиляции работают во дворе с 16-ю вентиляциями, ну, то есть, какие-то, ну, нахожу звуковые интересные ситуации в городе и предлагаю тоже маршрут, это, ну, такая бумажная версия, как инструкция для индивидуальной прогулки, но и вообще, от этих карт, от этого опыта, очень много разных родилось проектов, например, тот же, ну, водофон, если слышали, ну, там, специально труба, чтобы слушать плеск воды, он тоже родился из этого опыта, такого опыта наблюдения звукового, когда я неожиданно вдруг услышала плеск воды около прачечного моста, который я раньше никогда не слышала, на углу неба и фонтанки, вот, так вообще, да, это очень перспективный проект, в общем. У нас есть комментарий от Полины Дроняевой, наверное, надо иметь большую силу воли, чтобы не зарисовывать источники звука, а просто точки ставить. Это довольно, да, забавно. Вот, а есть ли у кого-нибудь еще вопросы? А то я оккупировала микрофон, вот. Может быть, у кого-нибудь из онлайн-участников есть вопросы? Поднимайте руки или просто включайте микрофон. Так. Кажется, кажется, нет. Хорошо. Ну, что же, спасибо, да, спасибо большое. И вам спасибо, рада была поделиться. Да, да, приходите, все, кто еще не пришел на выставки в Петербурге и в Москве, вот, а мы тогда перейдем к второй части нашего сегодняшнего вечера, вот, и мы расскажем про свет включила видео, может быть, у тебя есть какой-то вопрос. Ну, я долго созревала, конечно. У меня столько вопросов, у меня было соображение по поводу того эксперимента, в котором вы участвовали вот в институте, да, когда вы надевали наушники. Ну, в общем, известно, что наушники, это немножко такое особое, способ слышания, потому что, ну, он разводит, в нем разводятся там сигналы, все такое, потому что нет этого естественного, когда вы из источника звука, мы слышим двумя ушами, а в наушниках может быть другой эффект, особенно если это серия, да, то могут быть, ну, в зависимости от того, что вы слушали, естественно. Вот, то есть, ну, в этом смысле, как это граничит, я зависла, да? Да, да, к сожалению, зависла. Я поняла, что вопрос про наушники, я могу... Это нисколько про наушники, я это скорее уточни, да, я понимаю, что вы к этому эксперименту не имели отношения, да, это просто у меня мои такие соображения, вот, просто про источник, конечно, ну, тут некоторая доля словности тоже есть, я зависаю сильно? Уже нет, уже все. Уже нет. Вот, а вопрос у меня был скорее, может быть, я недопоняла или прослушала, скажите, вы использовали этот опыт? Вам же наверняка предлагали как-то обозначить вот в этом эксперименте, или это абсолютно ваша карта независимая вещь, и только вот это вот, может быть, круг как-то повлиял, или даже, может быть, не повлиял? То есть использовала ли я опыт именно ученых? Да, 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 я только именно свой опыт, ну, то есть мне интересно, как, какие ученые создают системы для взаимодействия там со звуком, как они регистрируют звуки, как они их исследуют, то есть тут интерес именно как бы в оптике мой, вот, а именно как, там они именно мозгом занимаются, и именно тем, как мозг распознает, с какой стороны пришел сигнал, то есть прям нейронами они занимаются, и пока я еще не придумала ничего именно на эту тему, то есть я просто именно опыт этот меня вдохновил, но я же еще делала, ну, я еще делала работу в колтушах по разным их графическим регистрациям для эксперимента, у них там есть интересные слайдники, я нашла там, где они тоже, именно все связано с пространственным звуком, как они, например, кошечкам давали послушать, с какой стороны они тоже слушают звук, и там все это в графике такое интересное там нарисовано, ну, то есть есть какие-то другие там системы, какие-то квадратики маленькие, то есть мне интересно, именно такая научная графика была, и именно как научная графика работы со звуком, и то есть я на самом деле нагрелась именно вот этим их многообразием фиксации звука в графике, и я придумала свою, по сути дела так. У них это все в наушниках, то есть они не используют такой же, они хотят просто убрать эту звуковую визуальность полностью, то есть оставить одни уши, правильно я понимаю? Ну, эти зависают, да? Ну, когда ты сказала, зависла, зависла, а до этого нет. А до этого нет, у меня неустойчивое соединение, да, показывают. Нет, они используют... Ну, я понимаю, что они работают, это скорее вопрос у меня к... Нет, я имею в виду, что они дают только источник звука определить, только в наушниках, верно? Только в наушниках. Я типа... Я не знаю. Которые там куда-то погружаются очень глубоко, и меня погружают в эту камеру, полностью изолируют от всего, как собачка Павлова, такую же камеру, кстати. И... То есть я должна отметить, с какой стороны... То есть то, что я отмечаю в определенном графике, вот в этом полукруге, это просто система как бы научной регистрации. Вот. А сами звуки, они такие... А, вообще вот такие. Кстати, дело в том, что поразительно, на самом деле звукорежиссеры, да, для них это как бы базовое знание, знать, на каком расстоянии, ну, то есть у них, может быть, это не точное расстояние, да, но на каком расстоянии появляется тот или иной звук. То есть они таким образом выставляют и там в метрах это измеряют. Вот. Я не знаю, на чем это основано, мне даже просто интересно. Как это соотносится у исследования, они могут быть независимы. И вот то, что уже как бы как базовое знание преподается звукорежиссерам. Да, я, к сожалению, должна вклиниться и напомнить, что у нас не супермного времени. Да, да, простите, раз меня попросили. Ладно, спасибо большое, да. Количество впечатлений. Ну, мы можем... Спасибо. ...тоже про это поговорить. Я думаю, что-нибудь придумаем обязательно с Анной вот на будущее всякие штуки. Вот. Лилия, у тебя есть длинный вопрос или короткий вопрос? Нет, у меня довольно короткий вопрос. Он такой очевидный, и на него можно ответить тоже, наверное, лаконично. Я хотела спросить, работала ли Анна с цветом и напрашивался ли в этой практике вообще цвет, либо он здесь избыточен. Вот именно с художественной точки зрения. Очень любопытен ваш опыт. Спасибо. Да, цвет вообще не напрашивался, и он для меня... Пока еще я как-то не до этого дошла, но как-то мне он не нужен на данный момент. Хотя вообще это интересно. Наушные графики очень... Ну, и бывают интересные опыты. Но вот когда у меня был ЗИН-маршрут по району тоже, и я давала эти ЗИН-маршруты разным участникам. Ко мне, например, приходили разные... Судейский клуб, русский музей, там большой толпой пришел, ну, там, студенты. Или вообще-то для местных жителей во многом было. В общем, одна девочка раскрасила его вообще весь. То есть она просто... Для нее это было органично. Она в разные цвета раскрасила, как она слышала этот двор, как она слышала этот стук меча или плеск воды. То есть для нее это было прямо... Вот у нее просто краска вылилась. У меня есть ЗИН-маршрут, она потом мне его дала, и он был тоже в позиции документации проекта. В общем, для нее, да. А для меня, ну, пока еще нет. С цветом там сложнее, что эта передача. Ну, то есть пока еще нет. Идеи интересные. Спасибо. Мне бы интересные идеи подкинули. Наблюдать последовательно звук в одной и той же точке, как он развивается, и с цветом. Ну, в общем, я подумаю. Спасибо. Спасибо, Анна. Очень-очень впечатляющий проект. Благодарю. Спасибо. Здорово, что он долго длится вообще на самом деле. Еще не закончился. Да, и не закончился. Вот, спасибо. Все, мы тогда переходим к следующему этапу. Сейчас, я думаю, как бы нам так разместиться, чтобы быть вместе. Дорогие авторы инсталляции, сгрубьтесь, пожалуйста. Останемся, да? А что, я буду здесь сидеть, да? Ну, ладно. Хорошо. В общем, этот проект, его изначальное название «Шум, тишина в поле и в музее». Нет, как там «Шум, тишина и молчание» в поле и в музее. И это достаточно амбициозная такая задача. Перед нами была поставлена, собственно, Андреешем Гондрабуром и мной. Мы как-то встретились в галерее школы дизайновой, школы экономики, потому что там у студентов этого направления была выставка. И мне захотелось провести семинар про эту выставку. И вот, значит, я пришла на эту выставку. Мой знакомый меня познакомил с Андреешем. И мы поговорили немножко и подумали, ой, а давайте, а давайте сделаем что-нибудь вместе. И вот это «что-нибудь вместе» саунд-артистами, саунд-дизайнерами и антропологи, ну, как бы, а что делать вместе? Ну, поехали вместе в поле. Давайте проведем вместе исследования, давайте вместе запишем звуки, давайте из них сделаем инсталляцию и как-то придумаем интересный способ их всем показать, а не просто там, не знаю, в архиве оставить. Для того, чтобы как-то систематизировать весь этот процесс, мы создали, я сделала презентацию в PowerPoint, потом мы перенесли это все в Google Doc'е, в PowerPoint, где мы вместе это все доделали, потом еще какие-то платформы для коллаборативной работы у нас возникали. я должна признать, что все вот эти платформы и попытки все сделать коллаборативно были практически отчаянными и сомнительно удачными, но мы очень пробовали. Мы встречались в... Где мы встречались? Мы встречались в институте этнологии и антропологии РАН. Мы встречались в галерее, мы встречались в кафе, в студии. Очень редко, когда мы встречались с всем составом. И, как правило, кто-то не мог. И до сих пор, в общем, кто-то не может. Вот, например, Мария Мачалова не смогла сегодня прийти на выставку, хотя, конечно же, очень хотела. И Наталья Любимова тоже, конечно же, не смогла прийти, хотя очень хотела. И Никита Михеев тоже не смог прийти на выставку, хотя наверняка очень хотел. Не уверена, но, во всяком случае, можем предполагать. Это я все, к чему рассказываю с такой широченной улыбкой. Я рассказываю это к тому, что очень красиво звучат слова о междисциплинарных и междисциплинациональных проектах, о том, как мы все сейчас подружимся и вместе что-нибудь сделаем. На практике все очень тяжело, потому что есть разные привычки, есть куча много разных дел, и непонятно, как срифмовать приоритеты друг друга, когда вы занимаетесь чем-то, ну, опять же, непривычным. Итак, я представлю, собственно, участников, часть из которых я имена, которых я уже произнесла, потому что их сегодня нет вот в зале. А теперь я произнесу имена участников, которые есть в зале. Это, собственно, Татьяна Тян, вот дальше Денис Сапунцов, Дмитрий Морош, Анастасия Юдина вышла всех снимать на мобильный телефон, и сейчас, может быть, попадет в камеру, и Алевтина Бородулина. Да, сюда чуть-чуть подойди, чтобы тебя было видно. Вот, вот Алевтина Бородулина. Да, 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 вот. И Василий Спилатова. Да, и Василий Спилатова. В поле нас было, как вы понимаете, больше. С нами еще был, господи, Григорий, я забыла, Шмидко. Да? Да, да. И, соответственно, те участники, которые сегодня не приехали. То есть нас было... Еще дочь Гришко. А? А, еще была дочь, Григория Шмидко. То есть нас было сколько? 10 человек или 11? Видите, я уже даже не помню, сколько у нас было человек. В общем, этот проект, это один сплошной бардак, но каким-то чудом нам удалось вот сделать аж сколько? Раз, два, три, четыре инсталляции, потому что в Петербурге звучит еще одна инсталляция, которая не звучит в Москве. И это еще не предел. То есть мы готовимся сделать как бы полноценную выставку про Тарусу, потому что ездили мы в Тарусу и выставку не только в Москве, но и, собственно, в Тарусе по всем как бы заветам и правилам, которые, про которые нам рассказывал Татар, Стивен Фельд и Татар Левин в своих поступлениях вот на конференции, что как бы записи нужно возвращать. К счастью, Таруса очень благодатная почва для возвращения записей, там очень много происходит всего интересного. И вот о том, что, собственно, с нами происходило в Тарусе в рамках этого экспериментального проекта, я бы предложила каждому из наших присутствующих участников как раз рассказать и, соответственно, спрезентовать те работы, которые вы придумали, дорогие мои коллеги и друзья. Я, пожалуй, расскажу про две работы и про то... Конечно. Начну со своей личной. Меня очень удивил один достаточно интересный феномен в Тарусе. Я с ним столкнулся, когда мы записывали в том числе и хоровую певицу, которую мы ласково назвали Баба Аня, в Тарусском лесу. Тарусе сам по себе город не слишком громкий, не слишком шумный. А вот лес каким-то необъясним образом собирает в себе все те звуки города, которые ну, как будто городу не хватает. Поэтому, когда мы искали какую-нибудь тихую площадку, тихую полянку, тихую тропинку хотя бы, это был процесс достаточно затруднительный. поэтому вот эту интересную натуру русского леса и то, как она отразилась на записи хоровой певицы, я отразил в четырехканальной инсталляции. Эта инсталляция использует технологию захвата движения для того, чтобы распределять звук по четырехканальной панораме. Звук состоит из двух основных каналов. Это шум, символизирующий, ну, условно, шум тарусского города, города Тарусы, и, собственно, пение Бабы Ани. И как только слушатель взаимодействует с этой инсталляцией, происходит следующее. Слушатель слышит пение Бабы Ани в одной из колонок, подходит к этой колонке, и как только он к ней приближается, Баба Ани убегает ему за спину в другие колонки, а перед слушателем оказывается только шум. Таким образом, за пением нужно с одной стороны бегать, а с другой стороны к пению приходится прислушиваться. То есть перед слушателем стоит некая задача отфильтровать весь шум, который, как и в Тарусском лесу, был необратим, все вездесущие практически, и услышать собственно пение на саму Тарусу. Показать, я боюсь, что показать будет сложно. Показать эту штуку через Zoom невозможно. То есть есть инсталляции, которые представляют из себя трек, просто проигрывающийся, и это можно запустить в другие стереоколонки, сделать стереоверсии, и будет хорошо. А вот интерактивные инсталляции, вот от инсталляции все. Да, то есть здесь, к сожалению, очень много зависит от индивидуального экспириенса и именно пространственного звука, пространственности этого звука. Плюс это же игра. Да, это игра, это кому-то даже весело. Вот, спасибо. Если какие-то вопросы задавайте, пожалуйста. Да, можно, на самом деле, если даже нет вопросов, но вот есть у нас слушатели-посетители, которые, может быть, как-то повзаимодействовали с этой штукой. Было бы интересно услышать, вот, не знаю, про ваш какой-то опыт. Разгадали вы эту штуку, не разгадали, она понятна, непонятна, вообще что происходит? Насколько рифмуется вот рассказ Дениса сейчас с тем, что происходит в самой инсталляции? Нормально. Никто не успеет, нет, очень хорошо рифмуется. Да, ну вот, взять колонку, то есть, да. Четыре колонки, ограничивающие пространство примерно в квадрат. и сразу же с первого подхода к колонке ты понимаешь, что? Я просто хочу показать, что это там за моей спиной как раз стоят эти четыре колонки с датчиком движения. Вот они подсвечены, да, а, я загораживаю. Ну что вы меня гоняете, как бабу Аню? Прости, господи. Суть в том, что мы-то все это видели, и поэтому, когда ты подходишь к колонкам, у тебя еще воображение включается, и ты представляешь себе эту бабу Аню. Поэтому моя точка зрения не слишком субъективна. Подходишь к колонке, слышишь шум одним ухом, а другим ухом ты слышишь бабу Аню. И тогда ты думаешь, ага, она в другой колонке поет, подбегаешь к другой колонке и слышишь другим ухом шум, а свободным ухом ты слышишь бабу Аню. Это удивительное ощущение, которое очень сложно передать словами, а это действительно потрясающая физика, заключенная вот в этом черном квадрате ограниченном колонками. Ну вот я была единственным тестировщиком. Мы когда закончим встречу, мы запустим снова эту штуку, ее можно будет пережить. Вот. Чтобы не затягивать, я бы предложила рассказать сейчас еще про вторую вещь, которая есть вот здесь в Москве и третью, четвертую, которую, ну вот четвертую, да, которая есть в Петербурге, но которой нет в Москве. Вторая это как она у нас, она у нас как-то называется или нет? А, да, кстати, у нее практически только у одной работы есть название вот из всех. Не знаю, почему, но в этом, видимо, что-то есть. Так вот, да, вторая работа придумана на самом деле, если работа вот с четырьмя каналами и Баба и Аня Денис придумал сам, то вот вторая работа это счастливое дитя-коллаборация. Мы действительно придумали это все вместе и даже вместе как-то отбирали материал, хотя, конечно, не настолько вместе, насколько хотелось бы, ну, не на всех этапах. Вот. Я бы предложила об этой работе рассказать вот с одной стороны кому-нибудь, вот там, Диме и Летане, а с другой стороны Алифтине, потому что Алифтина вот пришла, очень старательно ее пыталась пережить эту работу и немножко даже разрушила. Вот. Хотя присутствовала вроде при наших обсуждениях, когда мы вот проговаривали принцип работы этой инсталляции. Нет? А, вот, не присутствовала, да, поэтому, собственно, и немножечко разрушила. Вот. Поэтому я предлагаю сказать что-нибудь Диме и Летане, Слышно вообще, да? Да. Прикольно. Что? А, Дмитрий приготовил текст. Нет, конечно. Ну, в общем, смысл на инсталляции в том, что там вырезаны фрагменты Тарью, которые описывают, в принципе, впечатления людей, там, и любовь к городу Тарусу, так как там дико все любят этот город, как мы выяснили, прям вообще максимально. Хороший город, говорю. Ну, так вот, и эти нарезки интервью, получается, разрезены по разным каналам по количеству, грубо говоря, интервьюеров, и смысл в том, что, в принципе, некоторые эмоции даже противоположны, если, допустим, там говорят, что в начале когда-то ничего не было, потом следующий человек говорит, что вообще вторую сеть, все, но суть их, в принципе, этой инсталляции и общих людей объединяет, наверное, больше всего любовь к этому городу, которого, в принципе, постарались отразить. Конец. Я бы еще немножко добавил про взаимодействие, в принципе, с этой инсталляцией, и... Сейчас, сейчас, сейчас. Я о технической реализации, что она подразумевает. Мы использовали, ну, люди в солянке называют это коробом, я называю это колонной, в общем, такое колоннообразное пространство, вот, вот оно, чуть-чуть, о, бежевое, вот, пожалуйста, висят наушники. При позиционировании этих наушников у меня вообще возникла мысль, что наверное, идеальнее всего с этой инсталляцией взаимодействовать группами по 3-4, ну, наверное, по 3 человека, потому что так получается, что очень много звукового фона заполнено тишиной, поскольку вопросы, ответы и ответы, которые, например, противоположны предыдущему ответу, они бегают по разным наушникам, поэтому, как мне кажется, идеальнее всего троим людям собраться в крутые колонны, послушать каждому свои отрывки, а дальше вместе собрать некую целостную историю, основанную на порой контрастирующих, порой соглашающихся мнениях жителей Тарусы. Действительно, как сказал Дима, эта история во многом про любовь, любовь, которая, с одной стороны, появляется внезапно у людей, которые сначала хотели вообще покинуть этот город, которым было здесь неуютно, которым было здесь чуждо. с другой стороны, это может быть любовь идиллическая, такая очень трепетная, очень милая, как была у одного из наших опрашиваемых людей, но, так или иначе, да, история про любовь к Тарусе. Спасибо. Единственное, точнее, что в Питере это выглядит немножко по-другому, поэтому немножко разное, да, исполнение. Не, имеет то, что там не в наушниках просто раздевлены колонки, 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 по-моему, больше. Шесть штук, да. Да, то, что это немножко разное исполнение двух работ. Да, тут, кстати, это важное добавление, потому что когда, ну, в процессе придумывания всяких вот вот этих всех инсталляций, ну, кажется, что возможно все практически, да, ну, то есть можно себя ограничить там, сказать, нет, это слишком сложный алгоритм, я не успею его написать, а это требует каких-то миллионов денег, мы не будем это делать. Но такие вещи, как, например, наушники, кажутся самой собой разумеющимся, ну, как бы, где нет наушников, везде есть наушники, просто берешь и вешаешь, и все как бы должно работать, а потом, когда начинаешь реализовывать, оказывается, что есть наушники, но у них не крутятся вот эти вот, как их называют, собственно, уши, и их вот так вот красиво на стену не повесишь, они, ну, то есть к ним не прислонишься, они будут вещать все друг друга, да, а вот повернуть на слушателя не получится, вот, и один такой момент, другой момент, эти наушники, в принципе, могут быть не очень хорошего качества, или их может не быть в достаточном количестве, а зато будут блютуз-колонки, которые вот можно повесить на стену и с ними поработать по-другому. В общем, задача пространственно как-то поработать со звуком, она упирается не только в проблему, там, придумать интересный увлекательный концепт и каким-то образом отразить что-нибудь смысловое в этом концепте, но еще и пройти сквозь тернии вот этого самого пространства и ресурсов этого пространства галерейного, в которое это все помещается. Я очень благодарна нашим площадкам и вот Граунду Солянки и Арт-центру Кушкинской 10 за то, что вот у нас есть такая возможность разместить инсталляции полевых записей звука в рамках конференции, во всех экспериментальных сложных форматах и как-то познакомиться с этими всеми штуками, потому что писать тексты это, конечно, классно, но вот Алевтина мотает головой и говорит, что не классно. Ну, в какой-то степени в общем действительно надоедает. Да, бороться с техникой тоже не очень увлекательно, но хотя бы какое-нибудь разнообразие. Вот, я на этом передаю слово Алевтине и очень-очень хочу услышать такой комментарий антрополога, да. Да, ну, это, наверное, такой экспонат, который мы как-то вообще подразумевали, когда только, наверное, еще не поехали в экспедицию, потому что мы, как антропологи, очень много делаем записи интервью, но они это такой сырой материал, который существует только для того, чтобы мы его переработали в текст, по сути. И было интересно подумать о том, в какой форме эти записи могут быть самоценными, но при этом есть вопрос в том, что мы, когда берем интервью, мы же не, мы обещаем как бы анонимизировать по идее, да, а тут получается, что мы должны как-то это соблюсти, но при этом это выставить вот так, как оно есть, голосом того человека, который это говорит, и сделать публичным саму запись, а не нашу рефлексию о ней, и не наш там выжимки, которые мы делаем. Здорово, что это получилось вообще, да, как-то здесь это изобразить, именно саму запись, то есть нетрансформированный звук, нерастянутые какие-то штуки, то, о чем мы там еще говорили, а вот конкретно Тарусскую такую штуку, конкретно, что люди говорили о Тарусе, и как мы это можем перенести в пространство музея. А теперь почему я сломала наушники. Я помню, что мы говорили что-то про то, что есть какая-то вот штука, когда ты подходишь к звуку, к колонке, и это как будто ты взаимодействуешь с пространством, как ты надеваешь, ты как будто наоборот отгораживаешься от всего. Но когда наушники висят в форме наушников, первый инстинкт это надеть их на себя. И я не поняла, почему я должна прикладываться к колонне, как к березе или к чему-то такому, приникать к этому своим телом, при том, что это еще неудобно мне по росту, не слишком высоко или слишком низко. В общем, вот это я чуть-чуть недосообразила. Скажите мне, пожалуйста, почему я должна приникать ухом к колонне, а не надеть ее на себя? Что изменит, если наделывать наушники на себя? Потому что ты идешь к Тарусе, а не Таруса идет к тебе. Это относительно. Вот. Ну, в общем, вот так. Кто еще успел послушать? Никто ничего не успел в зритель, да, послушать? Вы ничего не успели послушать? Ладно. Тогда держи. Спасибо. Да. Есть еще такой момент. Мне довольно... Ну, хорошо, я немножко еще расскажу про эту инсталляцию. Дело в том, что у нее гораздо сложнее там концептуальная задумка, чем то, что можно понять из исполнения. По задумке там как бы вот в одних наушниках звучат наши вопросы, а в других наушниках звучат ответы. Да. Но я должна признать, что вот как бы это не очень схватывается, когда подходишь и слушаешь. То есть, если бы я не знала про эту штуку, то я бы этого и не поняла. В итоге стерео работает лучше. Вот. Да. Я сейчас должна сказать, что время от времени там очень пронзительный и противный звучит мой голос. и вот. И он почему-то звучит громче всех. Я надеюсь, что как бы я сейчас не так утомляю всех своим голосом, как сама себя утомляю, когда вот говорю из этих наушников. Вот. Но вчера, значит, у нас тоже поднималась тема голоса антрополога, голосов. И в целом надо признать, что это самый чувствительный вообще-то момент в том, что касается работы с интервью и с его вот с этим звуком экспонирования, потому что кажется ценным и интересным те голоса, которые вот чужие, другие, вот такие все из себя, не знаю, уникальные. А свой голос, он не уникальный, а дурацкий. И его как бы хочется вырезать. Но без этих вопросов не было бы ответов. И в какой-то степени, конечно, приятно на самом деле, что можно все-таки пробовать как-то раскачивать эту всю штуку и действительно делать из монолога диалог. Ну, на этом я перестану говорить. и предложу Тане рассказать про ту инсталляцию, которая есть в Петербурге. мне особо нечего про нее рассказывать. У нее нет какой-то глубокой концепции, потому что это больше просто звуковая работа, но если в целом, то она про нас, не про жителей Тарусу, которых исследовали мы, а про нас, исследующих Тарусу. И там ну, по звуку она как бы завязана на звуке колоколов, и там звучит она раз в час, тоже как какое-то такое суперсобытие, и там очень громкий колокол, и наши голоса, и наш смех, и ну, она просто звуковая. Вопрос, какие фрагменты мы выбрали туда, а туда это куда? В инсталляцию Тани. Мы можем ее послушать. мы можем наконец что-то дать послушать всем. Это может быть немножечко сложно, но мы постараемся. Так, но пока я ищу файл, скажите, пожалуйста, все, есть ли у вас вопросы, предложения, сомнения, замечания, или еще что-нибудь вот к этому всему, что мы вам рассказали. Возможно, что-то просто не было рассказано четко и нужно что-то действительно пояснить. нет вопросов. нет, можно задать вопрос, да, вот, такой вот, все-таки вот мы на чем-то основываемся, да, вот, я в поле, да, приходя... Рома, тебя очень плохо слышно, можешь чуть поближе куда-нибудь подойти, чтобы... это проблема, вот, ну вот, можно же, вот, приходя в поле, да, вот, основываться на чем-то, вот, где была основа, помимо выбора локации, вот, и, и, собственно, что там... Да, именно вот этого я не рассказала, да, окей, в общем-то все. Ага. Итак, да, почему, собственно, Таруса, действительно, выбор Таруса совершенно не случайен, и, как бы, это предложение поехать именно в Тарусу пришло от антропологической стороны нашей группы. Дело в том, что в Тарусу уже ездили Алевтина, Мария и Наталья, Алевтина Бродулина, Мария Мачалова и Наталья, Наталья Любимова. Они ездили туда для... Это был проект, получается, по исследованию по заказу. Вот Алевтина лучше, наверное, расскажет, что это было, чтобы я... Ну, на самом деле, да, да, потому что, в конце концов, ваша исследовательская повестка, она была уже сформирована к тому моменту, как мы туда приехали. То есть, это не то, что мы приехали и вот с нуля там чего-то придумали, а как бы уже были наработки, которые дальше продолжались, мы продолжали их раскрывать, но уже в такой вот чуть расширенной компании, антропологи плюс саунд-артисты. Вот. Ну, да, вообще была задача выбрать какое-то ближайшее поле, куда мы все можем вместе поехать на короткий срок, не какой-нибудь прекрасный Алтай, хотя там, возможно, тоже было бы классно записывать разные чудесные звуки. У нас была в декабре поездка в Тарусу, мы должны как раз были придумать проект музея, о чем еще можно там рассказать, и естественным образом мы вышли на всех людей, которые занимаются так или иначе культурным наследием, и оказалось, что Тарусы это совершенно прекрасное, ну, не знаю, у меня была метафора, что это такая российская нитца, московская, то есть там такие дачи, там какие-то такие прекрасные люди, которые что-то там такое творят, очень действительно тихо, но при этом это не глушь, и мне кажется, вот это было как-то интересно, и из этого еще, мне кажется, много чего можно вообще вытаскивать. Ну, и плюс еще, да, кроме культурного наследия, нас интересовала, собственно, вот этот шум и тишина, и позиция вообще Таруса относительно, ну, как сказать, ну, Москвы, да, как еще детская сказка. В общем, дело в том, что Таруса, это такая практически город-дач, да, или одна большая дача, курорт самый ближайший, и туда ездят отдыхать от шума, и, соответственно, ну, мы предположили, что там какие-то специфические отношения с тишиной, и действительно там оказались специфические отношения с тишиной, и по этому поводу мы будем все-таки, наверное, такие писать тексты. Один текст, он больше все-таки похож на эссе, чем на статью, но это как бы совместный текст Виты Зеленской и вот меня про, ну, да, про звуковые разные исследования и личные, публичные, и политические, человеческие, нечеловеческие звуки. Вот, это такой маленький анонс, он будет относительно скоро опубликован, и там будут примеры из Тарусского поля, но как бы здесь я хочу отметить, что вот у нас были очень разные в итоге цели, да, кого-то интересовало культурное наследие с одной стороны, кого-то интересовало культурное наследие или нематериальное наследие с другой стороны, кого-то интересовали просто звуки, кого-то интересовали люди, кого-то интересовали шумы, тишины, или, я не знаю, хорошее времяпрепровождение, и как бы весь этот коктейль, он в принципе с одной стороны как бы не является показательным для какой-то антропологической экспедиции, бывает и строже, бывает и вернее, да, и можно там четче формулировать задачи и как бы не распаляться, да, и как бы вот очень планомерно собирать определенный материал, но в нашем случае было важно помимо того, чтобы собрать материал, еще и понять, а каково это вообще поехать в поле для вот с интересом к звуку, да, но с разных сторон, и возможно ли в антропологическое исследование включить интерес к звуку, каким его несут, например, люди из среды саунд-арта и саунд-дизайна. Отчасти оказалось можно, в один из предпоследних дней мы совершили звуковую прогулку, которая всем понравилась, вот, все были счастливы, и у нас таки состоялась коллаборация, и мы, может быть, кажется, поняли, зачем мы все приехали вместе, но в последний день, хотя бы планировалось в один из первых, да, это тоже как бы важно, то есть нам нужно было понять, какие фантазии, которые мы там создаем на этапе по планированию, они вообще реализуются и как, да, а какие вообще не реализуются, и в этом смысле это, конечно, ну, да, такой, такой эксперимент, исследование, исследование, и, возможно, ну, невозможно, точно какая-то наработка на дальнейшие попытки, вот, уточненных каких-то, вот, водных, да, других групп, другой организации, может быть, Нет, просто, я не могу помнить мой вопрос, я говорил не об основе, для чего вы пригласили Левтину, Бородульну, речь шла о другом, речь шла об основе, то есть, здесь мы на чем основываемся, чтобы ехать, и помимо того, что за деньги мы все это можем сделать, да, то есть, у меня вопрос такой очень простой, вот, вы поехали и сделали это как, ну, то есть, вообще, вот, на какие деньги? Нет, нет, что-то, здесь нет, нет, как вы поехали и сделали вещи, которые, вот, понимаете, здесь очень важный момент, состоящий в том, что, правда, исследования, да, которые были предложены кем-то когда-то, образли легендами и какими-то вот сопровождающими вещами, и мы продолжаем, вот, и мне было важно получить ответ, который я не получил, да? А я так и не поняла вопрос, я прошу прощения. Ну, да, вот я продолжаю, да, хочу закончить, вот, то есть, мне хотелось бы получить ответ на тот вопрос, вот, почему, почему это происходит, то есть, неважно, чьи деньги, неважно, как вы поехали, почему это произошло? Я надеюсь, что я смогу ответить, хотя я не уверена, что я знаю, на что я отвечаю, это произошло, потому что нам интересно, интересно, и, и потому что к нам пришла в голову такая идея, в общем-то, это практически исчерпывающая причина, дальше, вот, как бы, да, это первооснова, у нас есть интерес, все, Настя, может быть, что-то добавит, слушай, ну, может быть, это единство, место, время и действия, ну, то есть, перед нами стояла задача, сделать совместный проект, и дать возможность антропологам, побывать в роли звукачей, звукачам, посмотреть, как работают антропологи, это была коллаборация двух разных средств, из которых родился и научный материал, и практический материал, звуковой, собственно говоря, вот, а почему мы выбрали именно Тарусу, потому что это знакомый город, уже немножко исследованный, и вокруг него ходят легенды, что это самый тихий город, ну, и нам нужно было эту гипотезу проверить, опровергнуть, исследовать, и это получилось, потому что это совсем не самый тихий город, и тишина – это надуманная легенда вокруг этого города, но этому уже посвящены исследования ученых. Думан Лептон, огромное спасибо, я получил ответ, и прекрасное исследование, и я желаю огромной удачи всем тем, которые... Спасибо большое. Да, скажите... ...вотчастие, я думаю, что вот такая коллаборация, очень важная, необходимая, мне кажется, этот опыт нужно вот именно расширить, да, в каком-то смысле, подумать, может быть, вынести на обсуждение, потому что это действительно невероятная удача, вот, и да, я думаю, что это прекрасно, и это можно делать дальше. Спасибо. Я должна сказать, что меня тоже это все настолько же вдохновляет, насколько убивает, вот, и просто я обязана сказать, что это было невозможно сложно организовывать, и когда все растекается, и расползается, но все-таки, все-таки держится, то есть если бы все совсем расползлось, ну, хорошо, ладно, вы просто очень большие молодцы, и здесь организаторские таланты, и вот эта команда, которая собрана, и то, что я вижу, вот здесь представлено, граунс, лянка, черт, да, вы великолепны, я вот просто спасибо большое, страшно благодарен вам, вот, и простите, может быть, такое вмешательство и за какие-то, вот, может быть, не совсем, да, приемные такие вещи, но все же, действительно, мы вас очень любим, и это фантастика, и мы всегда это будем поддерживать, и будем очень рады вот этим дальнейшим коллаборациям, безусловно. Спасибо большое, да, я представлю, сейчас нам задавал вопрос и желал удачи, голос Романа Игнатьева, сотрудника Института этнологии и антропологии РАН и соорганизатора и вдохновителя вообще, как бы человек, который придумал эту конференцию, которая сейчас происходит, вот, поэтому, да, тут просто приходят вопросы, вот, например, не бот ли это вот сейчас вещает, а, да, как бы Роман Игнатьев, человек, который тоже боится ботов, вот, и это очень сейчас было достаточно, ну, как бы тоже интересно, я благодарна за вопрос, который я не поняла, и очень благодарна за добрые слова и пожелание удачи, потому что она действительно нужна во всех этих штуках, вот, у нас есть еще немножко времени на вопросы или на прослушивание аудио треков, вот, о господи, или мы можем вам рассказать страшилку, вот, а он у меня здесь есть, есть, да, мы можем послушать страшилку, а что лучше рассказать про страшилку или просто послушать, надо рассказать, ладно, нам нужно голосование, напишите, пожалуйста, в чат, вот, кто за страшилку, так, или все исчезли, да, хорошо, кто, про человек ничего не знаю, вот, в зале кто что хочет, вот, послушать страшилку, послушать страшилку мы хотим, да, 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 хорошо, я сейчас захожу искать страшилку и начинаю, начинаю рассказывать, это должна быть история вот нас с Дмитрием, потому что мы это все записывали, страшилка, ну, вы на кладбище, а, сидим мы как на кладбище, мы пришли на кладбище, да, и положили рекордер, на, недалеко от могилы, ну, прям, ну, прям, как бы на столик, с могилами, и отошли, и общались. И дело в том, что вот на кладбище, почему, собственно, мы там решили что-то записывать, там примерно такая же история, как с вот и старусой, то есть там, ой, старусским лесом, где мы записывали бабуаню, ты вот ходишь по городу, и там типа тихо, а потом приходишь в лес, а там шумит трасса, и на кладбище тоже есть места, в которых просто лес, а в каких-то прям слышна трасса. И мы решили записать. Ну, типа, отклики трассы, которые были, проезжали, и положили рекордер, чтобы не шуметь, и дошли пообщаться. Потом, получается, вернулись забрать, смотрим, а записи как бы нет, как будто она и не записывалась. Вот, мы как бы очень расстроились, но непонятно почему. И там еще что-то сбились на стройке. Ну да, микрофоны были переключены. Там как бы… Типа внутренний микрофон рекордер был потом переключен на внешний. Так, сейчас нам нужно притормозиться с рассказом, потому что я не могу найти файл. Наоборот, помните? Да, какого числа это было? Короче, там кладбище Тарусского. Нет, ты не говоришь микрофон, тебя не слышат. Какого числа это было? Там кладбище Тарусского Крипового как называется. Как? Ты сможешь видеть. Давай я найду. Кладбище Тарусского. Да. Кладбище. Да, вот, собственно, ну, как бы дальше что происходило? Это Google Диск. Мы ушли, идем, и Дима говорит, что так, подожди, а все-таки запись есть. И как будто бы записалась. Вот первая запись, вот вторая. Вот мы сделали две. И, но, как бы, кто ее остановил, непонятно. И, значит, мы, помимо всего прочего, в нашем поле проводили сессии прослушивания. То есть мы собирались в зале школы недостроенной, в которой мы жили, включали аудиозаписи и слушали. И вот мы, значит, пришли, загрузили этот файл и, конечно же, с первым делом решили послушать, что там в конце. А в конце там было следующее. Сейчас я все это запущу. это вот кладбище. Мы с вами послушаем последние сколько? Пять минут. Плохо слышно, да? Так, а вам там слышно в интернете? Скажите, пожалуйста. Да-да-да, слышно вполне. Слышно-слышно. А у нас проектор звучит, шумит громче, чем запись. Слышно. и Продолжение следует... Продолжение следует... Это были чьи-то касания к микрофону? Мы не знаем, кто это был. Я не знаю, сколько вам было слышно, но как бы в конце... Но там был конкретный У. Но суть в том, что ребята вернулись, и запись уже была закончена, поэтому это не касание... Ну, если касание, то... В общем, мы не знаем, кто прекратил запись, и кто и зачем в этот рекорд рассказал У. Мне тут в пустом зале Пушкинская 10 стало классно и страшно по-настоящему. Очень приятный эффект. Спасибо, ребята. Это работает. Кстати, а здесь вот плохо... Ну, не слышно было этого У, да? Нет, нет. В конце. Надо поближе к ним, да. Ну, в общем, как бы, да, в самой Тарусе мы бы очень близко к этим динамикам располагались, и надо сказать, что изрядно перепугались. Мы, правда, не можем себе представить, ну, то есть, без всяческой эзотерики, что за магическое стечение обстоятельств привело какого-то человека к этому рекордеру, заставило его потрогать, сказать у него У и выключить, оставить на месте и уйти незамеченным, хотя мы, в общем, с Димой были совсем недалеко. Вот, в общем, это какое-то вмешательство Тарусы в наш филд-рекординговый активизм, мне кажется, очень показательным. Вот. Собственно, такие вот дела. Если у кого-нибудь есть какие-то комментарии, вы скажите, а так мы, в общем-то, готовы завершать. Вообще, очень любопытно спросить участников про запись, то есть вообще изначально вот эта вот сама цепочка непосредственного аудиального опыта, да, в текущей ситуации, затем этот звук в качестве записи, и вот этот звук как бы инсталлированный уже в музее. У вас к нему какое вообще чувство, как у авторов, вы его узнаете, или это уже некоторое отчуждение, или это некоторая усталость от работы? Мне просто очень любопытно, потому что тоже так или иначе работаю со звуком, и вот в музее его был момент, когда мы его выставляли. И мне очень интересно, как у вас в этом такой личное, авторское, со звуком, как складывается. Спасибо. Я бы сказал, что в моем случае за счет характера моих записей, то есть я сейчас говорю про записи Баба Аня, у меня нет ни отчуждения, ни какой-то усталости, а наоборот у меня есть вот неугасаемое умиление, и такая очень теплая тоска, ностальгия, потому что именно с ними у меня ассоциируется вся Таруса, что Тарус — это, с одной стороны, очень город самобытный, с другой стороны, такой мистический, очень близкий к какому-то народному, народной загадочности. Поэтому нет, нет ни усталости, ничего такого есть, такое очень теплое чувство внутри каждый раз. Да, спасибо. И я еще хотела спросить, а запись, она точно так же воспринимается? Ну, просто одно дело, допустим, ну, как бы в поле, потом в работе, а потом в музее. То есть вот нет этого элемента неузнавания, как бы, записи? Или же ты слушаешь и думаешь, о, вот это она, то есть нет вот какого-то такого налета чего-то нового? Да, на самом деле, наверное, нет. И вообще, в принципе, здесь скорее звук играет роль какой-то агентности, так как, в принципе, редуцированным слушанием это точно нельзя назвать, так как, в принципе, записи не искажены, соответственно, все равно, в первую очередь, звук скорее здесь выступает как сам все, как агент исследования. Соответственно, естественно, все... Ну и кроме того, если обратиться к тем же самым стадис и так далее, очень много есть ассоциации к тому, что звук чаще является объектом ностальгии, чем даже визуальные какие-то образы. Соответственно, всегда действительно есть ассоциация с этим местом. Да, спасибо большое. Просто очень любопытно, как это вообще случается у коллег. Мне кажется, наоборот. Ну, я пока... Ну, поскольку объем записанного всего после экспедиции огромный, потом начинаешь немножко его раскапывать, наоборот, находишь столько всяких звуковых артефактов, столько всего. Или даже если вроде бы все помнишь и ничего нового не слышишь, но слышишь это в каком-то другом контексте. Ну, особенно интересно было интервью, потому что то, что мы записывали там какие-то саундскейпы, звуки, это еще... А интервью там девочки записывали некоторые на свои телефоны или там нас даже не было на этих интервью. И вот именно речь расшифровывать было очень интересно. находишь там какие-то новые отношения между интервьюерами и как бы опрашивами, да. И, ну, это очень интересно. Это даже то, что чего-то в Тарусе там не заметил. Да, еще есть, конечно, ну, вот уже озвучен этот момент про анонимность, неанонимность, про чувствительные сюжеты. И действительно какое-то количество очень непростого всего, что всплыло в Тарусе. мы не осмелимся, наверное, взять вот так вот и инсталлировать. А с другой стороны, может быть, надо осмелиться. В общем, это... Ну, у нас был на конференции доклад про ситуацию, когда аудиозапись становится свидетельством какого-то там нарушения или вообще, ну, как бы она является не просто источником информации, а еще и действительно таким действующим лицом. И ее любое, что угодно, что с ней можно сделать, да, это будет уже актом непосредственного изменения реальности, а не просто какого-то художественного там чего-нибудь, да, интерпретации. И, естественно, есть и такие записи, и с ними тоже что-то, наверное, нужно вот думать. И мы их сейчас не слушаем, да, мы их храним и ждем их часа. Вчера, например, у нас были сессии прослушивания, да, и последняя из них не была записана, ну, не была записана, не пошла в трансляцию, потому что там на этой видеозаписи вот с саундтреком и на видео видны лица людей, которые нарушают общественный порядок, да, и публикация этого всего в сети привела бы к возможным негативным последствиям для вот этих людей, а антрополог, по идее, вот по там какому-то, ну, либо по этическому кодексу, либо по внутреннему какому-то, да, убеждению, да, это человек, который все-таки остается наблюдателем, а не судьей, да, и, ну, там тоже много разных дилемм, но вот в этом случае там вот автор приняла решение не публиковать это все, да, и не выводить эту всю информацию из области просто, ну, как бы не просто, а именно исследовательского материала. И перед нами, естественно, тоже есть такой вопрос. Мы хотим что-то изменить в этой Тарусе, да, своими действиями дальнейшими, или мы хотим что-то, не знаю, про себя понять, да, вот. В этом отношении вот я тоже бы хотел добавить, понимаете, здесь это такое творчество, и антропология, она, это творчество, вот я не знаю, от меня слышно или нет, там я, может быть, вот у меня, да. Более-менее слышно, да. Хорошо, ну, я приближаюсь, да, лучше, да, вот. Понимаете, когда ты... Антропология – это творчество. И у нас есть какие-то книжечки, ну, например, Громов, да, которые написал, это 65-й год, по-моему, издание, это вот «Как вести этнографические исследования». Вот, написал, вот, и мы всех этих людей, конечно же, уважаем, безусловно, эти книги, но, понимаете, это какой-то вызов, всегда вызов, любое поле – это вызов. И мы не можем следовать вещам, которые мы придумали. Может быть, вот сейчас это не так сильно прозвучало, вот, но все же это все меняется в течение, в течение нашего какого-то вот такого погружения или исследования. Это очень важные вещи, да. Вот это меняется, это каким-то образом проходит через, не знаю, что. Это очень сложно определить. Поэтому эти смятения, сумбурность и, возможно, вот, невысказанность, да, невысказанность – это все вещи важные. Вот. Здесь, наверное, надо исходить из какого-то вот своего, ну, на мой взгляд, да, из своего какого-то понимания. Вот. Где-то, наверное, коллективные экспедиции не нужны, а где-то поездка отдельного человека, индивидуальная, да, штука такая, вот, а она сработает, да, где он будет по ситуации ориентироваться и, возможно, что-то найдет. А где-то прямо нужны коллективные вещи, обсуждение их, проводка, вот, каких-то, не знаю, вот, обмен мнениями, обязательный, конечно же, на мой взгляд, так, я это, видимо, подытоживаю, простите меня, вот, подведение вот каких-то вещей, которых, не знаю, могут дать люди разных возрастов, да, то есть возрастная штука, да, то есть здесь что-то, может быть, подсказать, может, не из инфа, не из собеседников, да, а из, скажем так, членов команды, да, вот если вы формируете команду, вот она есть, это прекрасно вас всех видит, наблюдать, вот кто-то там должен быть, который еще что-то должен сказать, ну, кроме того, чтобы добыть консервы, сварить суп, вот, и эта вещь, она, мне кажется, очень важна, и я прошу вас просто о ней не забывать, то есть помимо того, что вы работаете, друзья, да, вот с людьми, еще есть вот штука такая вот, да, вот она вот, к сожалению или к счастью, она замыкается на опыт и возраст, и здесь этого не избежать, этого не избежать, вот, наверное, да, наверное, то, что я хотел сказать, но, конечно, еще раз я выражу восхищение, благодарность способностям людей, которые могут организовать такой вечер, собраться, быть вместе, вот, нам этого не хватает, мы этого очень хотим, и мы приглашаем их к себе, и, конечно, мы, я считаю, что, да, приветствуем сбор этих людей, наших людей, да, нас, да, вот где-то в других местах, это тоже очень важно, вот. Ну, и, к сожалению, я, к сожалению, просто должна немножечко напомнить, что у нас ограничено время, вот, но, может быть, последняя какую-то фразу, вот, и мы начнем уже закругляться. Да-да, конечно, ну, в общем, огромное спасибо всем, кто пришел в Грамот Солянка, огромное спасибо, восхищение, восторженность, и мы всегда будем рады вас видеть в другом месте. Я закончил, да. Спасибо большое, спасибо всем, кто с нами сегодня действительно был, и в Граунде, и в онлайне, и в Петербурге. Да, мы вас ждем всех, кто в Москве, опять же, да, вот, в Солянке, кто в Петербурге, на Пушкинской 10, все эти инсталляции, вот, сегодня обсужденные, и они здесь работают, до завтрашнего вечера. И завтра вечером мы будем с вами обсуждать другую порцию инсталляции, которая тоже здесь присутствует. Вот, например, на… вы можете видеть экраны, там, помимо колонок, которых не очень видно, еще на стиле тоже инсталляции, есть еще вот колонки вот тут вот, это тоже инсталляции. В общем, вот о том, что из себя представляют эти вот два экрана и эта пара колонок, мы поговорим завтра с Андреем Гурьяновым, Евгением Кругловым и Иннокентием Людевиком Чернецким, авторами, собственно, этих инсталляций. А на сегодня, я думаю, что мы, в общем-то, заканчиваем мы с вами прощаемся и еще раз, да, всех благодарим. Спасибо. Спасибо.